На сцене музея-заповедника Горки-Ленинские зрители насладились камерной музыкой эпохи романтизма в исполнении ансамбля Стелла Камерата. В репертуар вошли произведения Шумана и Чайковского. Музыканты, помимо прекрасного исполнения, рассказали о создании произведений великих композиторов. Мы рассказываем о композиторах, об эпохе, мы рассказываем о музыке и вообще о том, что происходит и происходило вокруг музыки. Поэтому эта программа, это некий рассказ о немецком романтизме, его влияние на романтизм русский, то есть исторический параллель Шуман-Чайковский. Коллектив образовался неожиданно для самих музыкантов. Началось все с любви к музицированию и в итоге решили создать ансамбль. Как-то так складывалось, что играли вместе не потому, что хотелось именно нам собираться таким составом, потому что все время разные какие-то педагоги, какие-то организаторы просили нас что-то создать, придумать, что-то сыграть. Так на протяжении многих лет они играют на разных сценах и сами получают удовольствие от музыки и от выступлений. Я считаю, что если сам исполнитель получает удовольствие, то зрителю это передается в любом случае. И при хорошем исполнении никогда люди в зале не скучают. К сожалению, в заснеженную погоду до музея-заповедника отобрались не все желающие. Зрителей было немного, но те, кому удалось прийти, остались довольны. Концерт мне очень понравился. Очень слаженный, красивый коллектив. Очень радует, что у нас такая молодая, хорошая и творческая молодежь. Очень оригинальная у них была подача музыки. Мы вообще любим классическую музыку и ходим. И в Москве ходим часто на концерт классической музыки. И сюда. Стараемся сюда приезжать. И здесь просто зал очень хороший. И само место очень способствует. У ансамбля Стелла Камерата очень разнообразный репертуар. Но музыканты не останавливаются на достигнутом. Они продолжают расширять свой багаж, придумывают новые программы, чтобы радовать зрителей вновь и вновь. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.